Продолжение следует... Город стал ближе. С таким лозунгом в столице запущено МЦК. Это Московское центральное кольцо. Еще одна ветка, ну, можно сказать, наземного метрополитена. Хотя, конечно, это немножечко другое. Но для нас, туристов, в принципе, какая разница. Дорога и дорога. Железная дорога по земле. Попробуем добраться до Москва-Сити. МЦК – это, конечно, вообще грандиозный проект. Это более 50 километров железной дороги, которая проходит через весь город. Причем она проходит не через центр города, ну, не через окраины, конечно, но, по крайней мере, позволяет людям из более отдаленных районов тоже чувствовать себя ближе к центральным районам. Мы сейчас находимся на станции Окружная. Вот она здесь отмечена. А поедем до станции Сити. Раньше, чтобы нам сюда добраться, нам нужно было ехать через центр и делать пересадку. Ну, сейчас сядем здесь и выйдем здесь. Все новенькое, только недавно построили. Еще пахнет краской и свежей штукатуркой. Много народа. Мягкие кресла. В вагонах есть даже мусорные баки, туалет. Можно перекусить. Но не нужно. Даже вешалки для одежды есть. Можно повесить свой прекрасный жакет и, не помявшись, добраться, куда нужно. Вагон едет очень плавно. Здесь можно ходить, не держаться во время движения, не упадешь. Хорошо бы. Переход на станцию метро Полежаевская, Даганско-Краснопресненская линия. Свобода передвижения. Поезд очень тихий. Вот сейчас мы едем и в вагоне вообще никакого шума. Мне кажется, меня сейчас слышат практически все пассажиры. И даже шепотом, если разговаривать, то можно услышать. Переход на станцию метро Кутузовская, Филевская линия. Ну, вечером, конечно, из окна сутна ничего не увидишь. Вы когда воспользуетесь кнопкой... Надо открывать двери самостоятельно, автоматически они не открываются. Самый главный квест — это угадать, с какой стороны платформа. Потому что двери автоматически не открываются, нужно нажимать кнопку. Но вот мы успели перебежать, и сейчас мы откроем дверь с первого раза, я надеюсь. Поезд остановится, конечно, мы откроем дверь. До того, как он остановится, дверь открывать нельзя. Она просто не откроется. Доехали. Наша станция называется «Деловой центр». Не знаю, почему там было написано «Сити». Возможно, добраться можно, потому что в этих поездах объявляют все пересадки на ветке метро, и в том числе на рекордные поезда, пересадки на электричке. Да, тут еще стройка в полном разгаре. Наверное, этот район Москва-Сити — просто олицетворение самого современного, что есть в Москве. И, собственно, МЦК — это тоже самое современное, что есть в Москве. Я думаю, что этот вид транспорта станет одним из моих любимых, потому что, ну, действительно, очень комфортно, очень удобно. Вообще никакой усталости, просто даже как развлечение воспринимается поездка. И вот мы у небоскребов. От станции «Окружная» мы добрались сюда где-то за 20 минут. Если бы ехали на метро из того же места, из пункта А, то путь занял бы на 20 минут дольше как минимум, то есть в половину быстрее получилось. Ну, это, конечно, частный случай, но тем не менее. Я думаю, что буду приезжать сюда теперь чаще. География мест, где теперь можно забронировать гостиницу, откуда получится удобно добраться в любую точку города, теперь, конечно, расширилась. Я бы советовала путешественникам присмотреться к маршруту новой кольцевой МЦК и осмотреть те отели, которые располагаются вблизи ее станции, потому что действительно это новое кольцо позволяет, делает город ближе. Поезд «Класточка», который курсирует по МЦК, это, конечно, совсем не метро. Современные вагоны просто суперкомфортные. Такие же вагоны, такие же поезда, например, курсировали на Олимпиаде в Сочи или на таком поезде можно добраться в Нижний Новгород. Очень удобно и меняет представление о городском общественном транспорте. Редактор субтитров А.Семкин